Среди нас есть люди, которые предпочитают проводить свое свободное время в таких далеких полях, где волки гулять боятся. Для таких людей есть отдельная категория смартфонов – защищенники. Они не боятся ничего, ни воды, ни падений, ни холода, ни жары, ну разве что электромагнитного импульса или человека, который задался целью уничтожить такой смартфон. Сегодня я побуду именно таким человеком и перед смертью смартфона Sigma Xtreme PQ28 для начала немного поведаю вам о нем. Внешне это классический защищенник. Все вот эти выступы, рифлёности и прочие проявления брутальности из металла и пластика об этом недвусмысленно говорят. Отверстия в виде порта для зарядки, миниджека и слота под симки или симку плюс микро-сдшку прикрыты заглушками. В предыдущем предложении было описано сразу два нюанса. Первое – комбинированный слот. Я не фанат таких решений и особенно в данном случае я считаю, что в такой сравнительно немаленький корпус можно было бы поместить и слот для SD-шки и слот для двух симок. Второе – это заглушки. Ресурс маленьких тоненьких резиночек весьма ограничен, что бы вам не утверждал производитель или другие обзорщики. В случае с одним из моих бывших телефонов таких заглушек хватило ровно на год. Насколько хватит этих, я не знаю и ванговать не буду. Но микро-USB можно было бы сделать и без заглушки. У Sony-то это получилось еще лет и лет назад. Однако стоит отдать должное производителю. Огромная часть подобных смартов имеет одну и ту же болячку. Упаси боже вас потерять штатный провод для зарядки. Вы станете обречены на поиск шнура с удлиненным штекером, ведь подходит далеко не каждый. Сюда же подходит любой. И это вот прям огонь. Что еще очень понравилась – толщина. Смарт примерно настолько же пухлый, насколько iPhone в каком-нибудь страшно защитном чехле. И благодаря этому пропадает ощущение кирпича, стилизованного под трактор. Да, у меня с защищенниками вот такой странный ассоциативный ряд. Понимаете, как хотите. Внешне смарт вполне норм и нет присущей всем девайсам этой категории гипертрофированности. Едем дальше. Дисплей 5-дюймовый IPSC с HD разрешением. Вполне симпатичный экранчик с нормальным запасом яркости и хорошими углами обзора. Да еще и прикрытый Gorilla Glass 3. Читабельно, смотрибельно, играбельно. Внутри тут ничего сверхъестественного. Минимально оптимальная конфигурация для решения базовых задач. Mediatek MTK6737T, 4 ядра, 1,5 ГГц, 2 ГГц и 16 ГГц встроенной Графоний от Mali-T720. Нетребовательные игрушки работают вполне сносно. В работе с системой проблем я тоже не заметил. Сверхъестественное начинается на уровне софта, который вроде как заявлен стоковым седьмым андроидом. Первое Miravision. За этим названием прячется возможность настраивать экран по-взрослому. Не просто двумя пресетами, а и вручную. Контраст, насыщенность, яркость, резкость и даже температура. Далее умный помощник. Ну да, название так себе, но фичи-то интересные. Тут и увеличение громкости звонка, когда устройство в кармане, и разблокировка по двойному тапу, и жесты на выключенном экране, а при входящем звонке и беззвучный режим при перевороте, и автоматический ответ при поднесении к уху, и даже бесконтактное управление с помощью руки на воздушной подушке. Прям неожиданно взрослые фишки. В настройках есть отдельный пункт DuraSpeed, который позволяет ограничить фоновую работу приложений, хоть всех, хоть по отдельности. А так да, стоковый Android. Камеры, восьмерка основная и двойка фронтальная. Уверенный средний уровень, хоть в темноте и оставляют желать лучшего. При вменяемом освещении и прямых руках способны выдавать неплохие фотки. Что удивило, есть сцены. Немного, но есть. Есть фильтры. Они так себе, но они тоже есть. Есть и обнаружение лиц. Есть серийная съемка на 99. 99 кадров. Есть даже HDR. Аккум несъемный, и он на 5000 мАч, чего при невысоком разрешении экрана, хватает объективно на два дня. Если заморочиться и поотключать все фоновое, можно вполне растянуть и на пять. Еще один приятный бонус. Совсем скоро прогресс в виде LTE, хоть и с огромным запозданием, но все же дошагает до наших широт. И когда этот момент наступит, владельцы этого смартфона будут готовы к сетям нового поколения. LTE поддерживается. То есть за пять с половиной тысяч условных украинских единиц вы получаете вполне современный смарт-середнячок с некоторыми очень взрослыми фишками. При этом бесстрашный смарт-середнячок. Ну и сейчас мы отправимся проверять, насколько же он бесстрашный. Итак, представьте себе ситуацию. Вы пришли на зимнюю рыбалку, но по каким-то причинам забыли бур. Зато у вас есть смартфон Sigma, по каким-то не менее необъяснимым причинам держатель для садового инструмента и, конечно же, синяя изолента. Без нее ничего не получится. Ну что ж, девайс готов. Приступим. А сюда еще попозже добавим какую-нибудь подходящую пафосную музыку. Предположим, что удочку, наживку, да и, в принципе, все остальное вы тоже забыли, но на рыбалку уже пришли, так что что-то надо делать. Что-то мне подсказывает, что здесь клево нет, потому что слишком мелко. Давайте попробуем зайти поглубже и сделать новую лунку. Лед оказался чересчур крепок, ну потому что морозы стоят уже довольно долго. Смарт почти не пострадал. По итогам у нас отлетевшая заглушка от симки и microSD-шки, вылетевший и погнутый оттуда же лоток и декоративный элемент от вспышки. Сам же девайс все еще отлично работает. Дисплей целый, сенсор работает нормально, кнопки громкости тоже функционируют. В итоге Sigma оказалась гораздо более живучей, чем я ожидал. И на этой позитивной ноте я напоминаю вам о том, что стоит поставить лайк под этим видео, подписаться на наш канал и до скорых встреч. Ну а с Sigma мы прощаемся.